так друзья приветствую вас а речь у нас пойдет сегодня опять о ноже ганза ганза g806 много вопросов много много вопросов что стало за это время с ножнами удобно или неудобно вытаскивать одной рукой ну давайте будут показывать что с ним стало вот он ножны как сидел так и сидит немножко он там конечно начинает греметь но вытряхнуть его невозможно оттуда вытаскивается одной рукой как вот так заметь что здесь упора нет парнишка который спрашивал как вытаскивать одной рукой удобно или неудобно да удобно даже если он где-то на ремне или на подвесе у вас на шее висит да никаких проблем вообще просто взял его все вот он просто напросто выводился нож бреет так сейчас покажу будет видно нет думаю видно будет так чтобы не убирать его а то будет говорить час о подмена я не подмену шикарно газетка строгает без проблем так это выброси все сажусь и рассказываю бреет режет почему-то потому что его заточил больше будем у меня ребят на кухне больше года он в воде в жиру работает по маслу по маслу по мясу по овощам по фруктам короче по всему он выполняет свои задачи выполняет свои задачи очень очень хорошо со временем так вот если показать да видите здесь вот часть которая в нужных вот это на более темная сами нужны такие уже более светлые ну и здесь тоже светлая потому что на солнце он выбирает ну так вот какой тут состав я не знаю причем выбирает тоже вот здесь более темный здесь более светлый но ничего такого нет ручка ручка как была так и осталось с ней ничего не произошло кто-то там не писал парнишка тоже ягри взял нож в магазине и у меня короче ручка поплыла то есть стала такая знаете как пластилинка каучук я так понял здесь ничего такого нет брал я его говорю еще раз у официалов о даже порезался смотрите но ничего как то так слишком сильно заточил ну да ладно брал у официалов сейчас кто-то будет говорить про плачная реклама нет ребят за рекламу мне никто не платит сами знаете монетизации нет реклама нет я честно говорю что я связывался с официалами и спрашивал у них предоставляют ли они ножи именно для обзора на канале они там начали какие-то купоны возьмите со скидкой и все такое но я их послал прекрасно знаете я уже снимал об этом даже видео и купил купил его потому что он не понравился внешне потом сталь вот это 8 chrome 14 я посмотрел не знаю видно будет не вот так вот наверно видно будет свечи не знаю 8 chrome 14 посмотрел по марочнику что это за сталь в принципе сталька рабочая взял я его сразу переточил угол и он у меня остался на кухне как бы на кухне это показатель это тяжелые тесты для ножа начал у меня работать вот работает до сих пор и будет работать дальше я им не открыл банки консервные не ковыряю люки кто-то там не написал блин я горит что-то делал не помню парнишка какой-то у меня нос загнулся потом я его начал выправлять молотком что ли он стучало ли чем его отломил его вообще ну я не знаю это каким надо быть умным человеком чтобы куда-то его вогнать и ковырять или что-то я не знаю чуть-чуть делать-то для этого есть фонки ломы топоры в конце концов которые для этого предназначены а нож должен резать так нож должен выполнять свои задачи он создан для этого не для ковыряния не для чего-то там еще кто-то говорит мора очень хорошая мора компаньон это прям вообще бомба для некоторых ну вот он не зашел мне не знаю потому что сколько не видел я у ребят мор начинают что-то делать даже палку начинают строгать какого-то твердой породы заминается кромка моментально может быть из-за того что это сканди спуске я не знаю консервная банка что ли на ножи там стоит на клинке здесь тоже сканди но они с подводом работают очень хорошо так а по цене вот мора мора и все такое мора дешевле мора лучше ребят ценовая политика каждого магазина как бы своя сейчас я вот специально зашел на сайт посмотрел цены на эти ножи цены на мор и мор и компаньон именно они сейчас выровнялись выровнялись они скорее всего из-за того что вот этот начали больше брать им пришлось поневоле сбросить ценами на них потому что раньше допустим вот этот стоил 8000 там 8 9000 наших тенге я говорю по свою валюту буду говорить а мора стоила в то время когда я брал вот этот нож это год назад чуть больше он стоил 21 22 25 тысяч но это просто необоснованные какие-то завышенные цены были а сейчас они до упали ну и стали там тоже самое говорю разные раньше раньше есть один канал кстати если кому интересно я могу ссылочку дать там ребята как раз занимаются разоблачением нерадивых кузнецов продавцов и они там тестировали мор и единственная мора которая была хорошая это вот первые первые самые первые выходили с коротким клинком там по-моему 8 или 9 сантиметров клинок оранжевая ручка такая и большой выраженный под пальцевый упор здесь вот здесь прям такой сильно выраженный вот на том ноже стоял углеродка и они его на твердомере мерили порог у него выдала короче 59 60 единиц то единственно нож был сейчас уже наверное такие не выпускают я не знаю я их не видел если кому-то там удастся допустим найти где-то бы ушку и еще что-то то то наверное да удобство рукояти не знаю вот этот намного лучше сидит им удобнее работать лезвие немножко другое исполнение другое я говорю это не реклама ребят это мое лично мое мнение потому что он со мной как бы уже долгое время находится долгое время ты это уже показатель так чё еще было вопросы а ну там многие короче писали тоже этого грит покупаете от того что у вас нет денег на хорошие ножи и все такое ребят за свою жизнь я как бы переделал до хрена ножей я делаю их для себя кому-то если нравится я либо дарю либо продаю из дорогих премиальных стали допустим я их продаю это ценами как бы не задираю отдаю по себестоимости то есть за что взял зато и отдаю были у меня ножи и сейчас вот один тоже сделал для себя это элмакс рукоять здесь не карта причем не карт это самодельная других таких в продаже никто не найдет я говорю я делаю для себя это элмакс были и мки и рексы и разные разные короче поэтому за дешевизм и нищебродство как вы там говорите говорить не нужно через мои руки много ножей прошло поэтому есть чем сравнивать есть о чем говорить рассказывать ну а кому не интересно можете не слушать и брать то что вам нравится нравится норм полинта без проблем берите мору нравится этот берите этот я просто говорю рассказываю показываю что за такие деньги это стоящий хороший резачок который выполняет все задачи абсолютно и на кухне деревяшки построгать и все что угодно сделать кости я им резал то же самое видели кто-то там подколол меня чё горит сразу восемь лет сколько там шесть кур что ли горит или восемь кур забили нет ни восемь по 20 по 30 кур забиваем сразу резал ломал кости я ничего с ним не было не завернулся ничего не выкрашился тем более так что резачок хороший резачок очень хороший ну а кому то нравится если я говорю моры ради бога берите моры здесь нет ничего такого пробуйте сами ищите сравнивайте а это вот я говорю яблоки обалденные недавно в гору ходил собрал яблочки наши горные сделали варенье на зиму будем кушать так что так что я думаю на вопросы ваши ответил не помню там кто еще чё спрашивал за ручку сказал за ножны сказал да немножко они начали греметь это не всегда где-то утыкаются нож не выпадает из них бесполезно вытаскивается одной рукой легко так ну а в море там он изначально гремит здесь уже я говорю больше года беспрерывного постоянно вот этого тырк 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 он садится также плотно со щелчком вытаскивается также легко в принципе все хорошо вот так вот ну чё ещё сказать то я даже и не знаю я говорю больше буду но я говорю взял его переточил ребята и все больше я ничего не делал с ним единственная поправлял вот так нож в нож даже не обмусат просто поправлял нож в нож и все и он у меня работал сейчас думаю надо ролик снять небольшой взял его заточил по новой чтобы вам показать и все будет он у меня опять работать на кухне не знаю сколько времени наверно столько же не точить не перетачивать его как бы не собираюсь так что я надеюсь на вопросы ваши ответил рассказал показал кому что надо было кто-то информацию полезную для себя извлечет так что ну а кому что брать это уже каждого лично там есть мнение и кто хочет тут возьмет мору кто хочет возьмет ганзы мне отлично моро не зашла кому-то прям пищит он от нее ничего с ним не стало ни ручка не расплывалась как кто-то там говорил это вот как раз таки может быть и проплаченные всякую ерунду начинают писать чтобы повернуть голову в другую сторону а у меня вот ничего с ним не случилось единственное я говорю выцвел немножко чехол на него вот эти ножны ну прям заметно сильно вот так вот если показать поближе можно более светлые а это часть которая погружается вовнутрь она меньше подверглась ультрафиолету а так мне клипса не сломано ничего абсолютно ну да он немножко болтаться начал потому что видимо все таки за такое количество времени там вот раз два три четыре упорчика но это тоже решается в принципе решается очень легко кому мешает можно это все сделать так что вот так что ребята кому нравится берите кому не нравится берите могу но еще раз говорю есть канал который разоблачает вот это вот все по сталим по кузнецам и все такое что я говорю я вот уверен если я взял допустим вот этот бланк для того чтобы сделать для себя нож хороший я знаю что это стопроцентный элмакс а не какая-то там девяносто пятка или еще что-то такое так что что они заказывают у них у продавцов бланк допустим разной стали и отправляют его на станок положили прожгли он выдает хим состав там вместо его на кстати 90 пятка или еще что-то такое так что все у нас есть и все у нас было еще раз повторюсь эрексы и м398 и м390 и абсолютно разные стали то что там вы говорите взял этот нож потому что денег нет на хороших есть и деньги есть и руки есть которые могут сделать хороший нож так что наверно ответил на все ваши вопросы друзья всем добра с вами были сегодня говорящие руки и вот этот замечательный нож всем пока